За 10-15 минут врач получает полную картину состояния организма, а пациент – точный диагноз. Кабинет магнитно-резонансной томографии – гордость госпиталя ветеранов. Процедура МРТ не только безопасная, она исключает лучевое воздействие на пациента, но и безболезненная. Техническое оснащение, профессионализм медперсонала и довольные пациенты – все это позволило Самарскому областному госпиталю ветеранов войн стать лучшим в стране по итогам Всероссийского конкурса госпиталей. Сотрудники госпиталя получили зарплату как лучший госпиталя России в этом году премию. В этом году мы опять многократно в третий раз лучший госпиталя России по качеству. С людьми, которые заботятся о здоровье защитников Отечества, профессионалами своего дела, встретился глава администрации города Олег Фурсов. Он рассказал сотрудникам госпиталя ветеранов войн и пациентам, а на встречу с главой пришли и они, о позитивных изменениях, которые уже проходят в городе, а также объяснил суть реформы местного самоуправления. Структура городской власти меняется. В сентябре пройдут выборы. Самарцы изберут в районные советы 284 депутата. В состав этих советов должны попасть люди, которые представляют трудовые коллективы, общественные организации, бюджетную сферу. То есть простые люди, которые живут в тех же дворах, в тех же подъездах, пользуются теми же лифтами и тем же общественным транспортом, которым пользуется большинство наших граждан и которые не понаслышке знают проблемы, с которыми сталкиваются простые люди. Администрации районов получат дополнительные полномочия, обретут большую самостоятельность благодаря собственным бюджетам. Позитивные изменения, на которые взяли курс городские власти, уже заметны. Так, в текущем году значительно пополнился парк городского общественного транспорта и спецтехники. Удалось найти эффективный способ борьбы с недобросовестными управляющими компаниями. Не сбавляет своих темпов ремонт и реконструкция дорог. Олег Фурсов подчеркнул, будет продолжена работа по увеличению доходной части бюджета. Появление власти на местах будет способствовать более эффективному их распределению. Алина Чемерис, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События.